Царю небесный, утешителю души истины, И живи здесь, исполняя сокровища благих, И жизни подателю принеси лися вны, И очистины от всяких скверны, И спаси Боже души нашим. Господи, благослови наши занятия, не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истинного смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаем противосектантские занятия и следующая тема «О спасающей благодати Божией». Сегодня 6 января 2019 год. Послание эфисянам, 2 глава, с 8 по 9 стихи. Эфисянам, 2 глава, с 8 по 9 стихи. Эргей, вы читаете, пока вы заняты, нет? Нет, я не занят, все, всех собрал. Эфисянам, 2 глава, с 8. Опять кто-то ополдавший. Все. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Деяние 15 глава, 11 стих. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Спасение человека-грешника совершается с двух сторон. Со стороны человека и со стороны Бога. Вследствие испорченности человеческой природы, поврежденной прародительским грехом, слабость и ничтожность сил своих павший человек не может сам себя спасти. Спаси его может только Творец его. Микрофоны проверьте, пожалуйста. Человек создан со свободную волею. Почему в деле спасения ему предоставлен свободный выбор? Читайте, Сирахов, 15, вот опять. Он отначало сотворил человека и оставил его в руке, в произволении его. Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, прострешь руку твою. Пред человеком жизни смерть. И чего он пожелает, то и дастся ему. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Во свидетели перед вами, призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Для человека грешника... Читать дальше, нет? Давайте дальше. Для человека грешника нужно, кроме желания спастись, искренняя и правая вера в Бога, надежда на его милосердие и добрые дела, как свидетельство его веры. А со стороны Бога, спасающая благодать. Благодатью называется дар Божий или невидимая сила Божия, сохраняющая весь видимый мир и человека, и направляющая их конечной цели их бытия. 2 Коринфянам 12.9 Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Она имеет различные виды. Есть, например, благодать промыслительная, которая управляет жизнью и движением всего мира, сохраняя его от саморазрушения и уничтожения. Если бы Господь на одну минуту или секунду, на одно лишь мгновение отнял от мира свою промыслительную благодать, весь мир во мгновение ока обратился бы в ничто и исчез бы без следа. И вот об этом Псалмы 64 давайте прочитаем. Начальный кухора Псалом Давида для спасения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на сегодня, и тебе воздастся обед в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть, дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих, насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко. Поставивши горы силою своею, припоясанные могуществом, украшающие шум морей, шум волн их и мятеж народов, и убоятся знамений твоих, живущие на пределах земли, утро и вечер возбудишь к славе твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напаяешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь претрастание ее, венчаешь лето благости твоей, эстезит твои, эстезит твои и сточают туг, источают на пустынные пашити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. И 103 Псалом. Землю на твердых основах, не поколеблется она вовеки и веки. Бездную, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды, от прещения твоего бегут они, от глаза грома твоего быстро уходят, восходят на горы, не сходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не приедут, и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, между горами текут. Паят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою, при них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напаяешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести землю пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и лед, которого блистает лицо его, и хлеб, который крепляет сердце человека. Осыщаются дерева Господа, кедры ливанские, которые он насадил. На них гнездятся птицы, ели жилища аиста, высокие горы в серном, каменные утесы, убежище зайцев. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные, звери, львы, рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои лаговища. Выходит человек на дело свою, на работу свою до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа. Животные малые, с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу, и их во свое время даешь, им принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лицо твое, метутся. Отнимешь дух, их умирают, персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава вовеки. Да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна ему песть моя. Буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники из земли и беззаконных. Да не будет боли. Благослови душа моя Господа. Аллилуйя. 138-й Псалом. Также не будем сейчас время тратить длины. Вот Деяния. 17 глава 24 по 28 стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам даяя всему жизни, дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род, благодать призывающая Его ко спасению, то есть пробуждающая ум, сердце и волю человека от греховного сна и ведущая Его к покаянию. Евангелие от Иоанна, 6 глава 65 стих. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. 15 глава 5 стих. Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Вокровение 3.20. Все, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Римлянам 2 глава 3-4 стихи. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Слание Галатам 1 глава 13-18 стихи. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в ороде моем, будучи неумеренным ревнителем атических моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утропы матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. 1 Петра 2-9. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 5 глава 10 стих. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Но для человека, призванного уже к покаянию, необходима еще благодать оправдывающая, спасительная, то есть совершающая наше спасение очищением нас от грехов. Ибо в Царство Небесное, цитирую, не войдет ничто нечистое. Откровение 21-27. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. «Благодать Божия для души человека, что воздух для тела его, как без благодати промыслительной нельзя существовать миру, так без благодати спасительной нельзя также покаявшемуся грешнику наследовать жизнь вечную». Послание Титул 2.11. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Римлянам 3.23-24 стихи. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе». 5 глава 17 стихи. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». 1 Коринфянам 6.11. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам 2.5 «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». И тут 3 глава 5 по 7 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». 2 Тимофея 1 глава 8 по 9 стихи. Итак, «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силой Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, а не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Книга Деяния 15.11. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Итак, возражения сектантов. Считайте кто-нибудь с сектантом. «Для спасения человека достаточно одной веры». Иоанна 6 глава 47 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Римлянам 10 глава 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Галатам 3 глава 9 стих. «Итак верующие благословляются с верным Авраамом». Деяние 16 глава 31 стих. «Они же сказали, веруй Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Православный. В проведенных местах говорится о том, что для спасения необходимо вера во Христа как Сына Божия и в Его искупительные заслуги. Послание к евреям 11 глава 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Евангелие от Матфея 7 глава 19 по 23 стихи. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнайте их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Евангелие от Ана 14 глава 21 по 23 стихи. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Иуда неискариот говорит ему, «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Первое послание Иоанна, 2 глава, 4-5, 9-11 стихи. «Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает тот лжец, и нет в Нем истины, а кто соблюдает Слово Его в том истина, Любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что Он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною». Иакова, 2 глава. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа, славой, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты встань там, или садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми веры и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его, а вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делайте. И перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою из дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенника Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно Ираав, плутница, не делами ли оправдалась, приняв саглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. 1 Коринфянам 13 глава Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу их горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сие три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. А может быть вопросы возникли по прочитанному? Много уже читаем. Давайте дальше продолжим. Сектант. Читайте. Делами человек не спасается, но только одной верой. Римлянам, 1 глава, 17 стих. В нем открывается правда Божия, от веры в веру. Как написано, праведной верой уже будет. 3 глава, 20 стих. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Галатам, 2 глава, 16 стих. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веруя в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться веруя во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Римлянам, 11 глава, 5-6 стих. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Православный. Послания апостола Павла написаны им по следующему поводу. Христиане из Иудеев хвалились своим происхождением от Авраама и Моисеевым законом, исполнение которого они считали обязательным и для христиан из язычников. Послание к римлянам, 2 глава, 17-23 стихи. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Галатам 5-4. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А эти гордились мудростью своих философов, не заботясь иметь Бога в разуме. Римлянам 1-28. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Состояние язычников было такое. Римлянам 1 глава, 22-32 стихи. И называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. А они заменили истину Божию ложью. И поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы. Исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, зловичивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самосвалы, горды. Исполнены изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. И он наставляет иудеев-христиан так. Римлянам 3 глава 29-30 стихи. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно и язычников. Потому что един Бог, который оправдывает обрезанных по вере и не обрезанных через веру. Галатам 5-4. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Римлянам 3-9. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Вопросы есть? Идем дальше. Для спасения достаточно одной веры. Ибо верующий имеет в себе Христа. И не только не грешит, но и не может грешить. Послание к Галатам, 2 глава, 19-20 стихи. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сраспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. И что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божию, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Римлянам 8 глава, 10 стих. А если Христос у вас, то тело мертво для греха, но Дох жив для праведности. Первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семья его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. 5 глава, 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. 3 глава, 6 стих. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий, не видел его и не познал его. Послание к римлянам, 6 глава, 14 стих. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Православный. Рожденным от Бога называется человек, получивший прощение грехов и возрождение в таинстве святого крещения, в котором он омывается от грехов. Яния, 2 глава, 38 стих. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар святого духа. 22 глава, 16 стих. Итак, что ты медлишь, встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Освящается и оправдывается пред Богом. 1 Коринфянам, 6.11 И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Но следствие испорченности человеческой природы люди снова грешат. Почему для прощения грехов, совершаемых после крещения, установлены еще другие таинства? Покаяния, Иоанна 20 глава, 22-23 стихи. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Причащение, Матфея 26-28 Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Еле освящение, Иоанна 5 глава, 14-15 стихи. И болен ли кто из вас, пусть призовет присветеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его илеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. Апостолы признавали себя согрешающими. 1 Иоанна 1 глава, 8-10 стихи. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. 1 Иоанна 1 глава, 14 стихи. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. 3-2. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Если бы всякий, рожденный от Бога, не мог совсем грешить, как мыслят о себе сектанты, то зачем бы ему было хранить себя? Филиппийцам 2 глава, 12 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. 2 Иоанна 8 глава. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. 2 Петра 1 глава, 10 по 11 стихи. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым звание ваше и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Иоанн говорит Луки, 21 глава, 19 стихи. Терпением вашим спасайте души вашим. С законы пророки до Иоанна сего времени царствие Божие благовествуется, и всякий усилием ходит в него. Сектанты же учатся всем иначе, твердя всем, что они уже спасены окончательно и грешить не могут. Очевидно, слова «рожденный от Бога не грешит», «не делает греха», «не может грешить». Нужно понимать в том смысле, что он не должен грешить, что он не может грешить произвольно, намеренно. Но это можно сказать лишь о людях, достигших высшего духовного совершенства и святости. «Один Бог без греха», «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». «И нужны праведные дела для рожденных свыше» 1 Иоанна 2.3.5.29. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем, если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Иоанна 15.5. «Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Итак, «Кто из рожденных от Бога говорит, что он не грешит, тот обманывает сам себя, и истины в нем нет. Тот лжец, и нет в нем истины» 1 Иоанна 2.4. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдают, тот лжец, и нет в нем истины» 1 Иоанна 8.44. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, и когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи». Вопросы? «Сергей, там прочитали второе послание Иоанна, восьмая глава, у него там одна глава, восьмой стих, там может поправить в документе сразу?» «Ну эти документы, они никуда, собственно, не идут. Благодарю. Я их сейчас уже найду». «Давайте дальше». «Верующий не явится на всеобщий суд, он уже теперь предназначен к вечной жизни, он уже навсегда и окончательно спасен». «Иоанна, третья глава, восемнадцатый стих, пятая глава, двадцать четвертый стих. «Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». «Православный. А верующим в Сын на Божие сказано, что он не судится и на суд не приходит, но не сказано, что он не будет судим. Очевидно, здесь речь о настоящей земной жизни, а не о будущей небесной. Всякий неверующий во Христа не имеет духовной жизни, а пребывает в духовной смерти. То есть в таком состоянии нравственном, в котором он не способен к совершению добрых дел. 1 Иоанна, 1 глава, 2 стих, 4 глава, 15, 16, 21 стихи. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». 2 глава, 11, 12 стихи. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». 3 глава, 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». В приводимых сектантами слова говорится о смерти и жизни духовной, а не телесной. «О суде, не всеобщим, имеющим быть после кончины мира, а о суде перед совестью, словом Божиим. Кто, веря в учение Божие, предпочел греховную тьму». Иоанна 3, 19. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злыми. А что на суд должны явиться все, не только грешные, но и праведные, об этом ясно учит сам Христос и святые апостолы». Евангелие Таана, 5 глава, 28 по 29 стих. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресенье жизни, а делавшие зло в воскресенье осуждения». 2 Коринфянам 5, 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». «Христос говорит, что перед ним явятся все народы на суд» Матфея 25, 32. «И соберутся перед ним все народы и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Бог будет судить не только явные, но и за тайные дела, за мысли». Римлянам 2, 16. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». 1 Коринфянам 4, 5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». Ихлиас 12, 14. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Вопросы? Идем дальше. Сектант. «Мы окончательно и навсегда спасены». Посланник Ефесину, 2 глава, 5-9 стихи. «И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, дар Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Православные. В совершении спасения людей нужно различать две стороны – дело Божие и дело человеческое, то есть искупление людей всего мира кровью Иисуса Христа и усвоение этого искупления каждым человеком, получение в святых таинствах Церкви спасительной благодати Божией, внутренне возрождающей и делающей новой тварью во Христе. 2 Коринфянам 5, 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древняя прошла, теперь все новое». 2 Коринфянам 4, 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом уа вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Христос пострадал за грехи всего мира. Он спас всех людей от рабства дьяволу, для всех открыл двери рая. Но не все войдут в него и удостоятся вечного блаженства. Не все, спасенные от греха, проклятия и смерти, спасены уже и для вечной жизни со Христом, а только возрожденные, омытые от грехов, оправданные и освященные благодатью Святого Духа». «Бог тем только дал власть быть чадами Божьими». 1 Коринфянам 1, 12-13. «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». 3 глава, 5 стих. «Иисус отвечал, истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». 1 Коринфянам 6, 11. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 3 глава, 5 и 7 стихи. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». 2 Коринфянам 2, 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас – Божий дар». Иакова 2, глава, 14 стихи, 21-22. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства». «Таким образом, ни вера, ни дела сами собою еще не спасают нас. Они дают нам только доступ к спасающей благодати, дают нам только право на получение ее». Римлянам 5, 1-2 стихи. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». «Господь воскресил наши души от греховной смерти в крещении. Он только отверз нам небо». Но, 2 Петра 3, 13. «Впрочем, мы по обетовании его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». «Мы еще не спасены окончательно для получения вечной жизни, а только стремимся к ней». Филиппийцам, 3 глава, 12 по 14 стихи. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели почести высшнего звания Божия во Христе Иисусе». «Получим ее при том непременном условии». Евреям, 3, 14. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Филиппийцам, 2, 12. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. «Мы еще не спасены, а только спасаемся». 1 Коринфянам, 1, 18. «Ибо слово о Кресте для погибающих юродства есть, а для нас спасаемых сила Божия». 15 глава, 1-2 стихи. «Напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь, если преподданное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». «Итак, час прошел, может быть вопрос у кого-то есть. Пожалуйста, задавайте вопросы. Мне обидно за Давида, пропустили псалом целый. Сказали, ну не будем сейчас время тратить. Как так время тратить, ничего себе. Господь Давиду открыл, Давид это изрек, записали, столько веков хранилось, а мы тут время не будем тратить». «Ну сейчас, если вопросов нет, то ни у кого прочтете, я аж не против. 138-й псалом прочитать могут в любое время, у нас тут смысл, противосектантские занятия. 138-й псалом, он говорит о благодати, а перед этим два псалма прочитали. Смысл-то, занятия сохранили. Главное – дух занятия, смысл, а не буквы. Дух показали. Нет вопросов. Читайте 138-й псалом. Начальник ухора, псалом Давида. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли. Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня. И полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня видение Твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари? И переселюсь на край моря. И там рука Твоя поведет меня. И удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои. Когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные. Когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже. И как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадные. Они говорят против Тебя нечестиво, суетно и замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи? И не возгнушаться восстающими на Тебя. Полную ненавистью ненавижу их. Враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышление мое. И зри, не на опасном ли я пути, и исправь меня на путь вечный. Идем дальше. Если у кого-то возникнут вопросы, останавливайте меня и задавайте. Демонстрация экрана. Кто-то может продемонстрировать текст на экране. С присутствующим. Я включил. Вот 1 Петра 4,18. Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? 2 Карифонам 2,15. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Римлянам 2,13. Потому что не служители закона праведны перед Богом, но и исполнители закона оправданы будут. 5 глава, с 8 по 10 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом с смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 8 глава, 24 стих. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? 5 глава, 9 стих. Посему, тем более, ныне, будучи оправданной кровью Его, спасемся им от гнева. Иакова, 5 глава, 19 и 20 стих. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. 1 Тимофея 4, 16. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Ивреям 9, 28. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Филиппийцам, 3 глава, с 8 по 14 стихи. Да и все почитаю щитую ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего, для Него я от всего отказался. И все почитаю за сорт, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога поверен. Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Якова 2,19 Вопросы не появились? Ну, давай дальше. Мы спасены окончательно и навсегда, и не грешить, и не погибнуть уже не можем. Иоанна 10, 27, 28 Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут во век, и никто не похитит их из руки моей. Православные, здесь речь не о том, что овцы Христовые, то есть верующие, не могут уже грешить и погибнуть, а о том, что враг и их дьявол не может погубить их для вечной муки, ибо Отец Небесный больше всех, и никто не может похитить их из руки его. А что верующие сами по своей воле вследствие влечения к злу греховной природы могут согрешить и погибнуть, это видно из тех мест Священного Писания, где верующие предостерегаются от возможности впасть в согрешение. Матфея 24, 4, 11 и 14. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие лжи пророки вас станут и прелестят многих. И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Иисус сказал, берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. 1 Коринфянам 10, 12. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Иакова 3, 2. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. 2 Петра 3, 17. Итак, вы, возлюбленные, будучи предваренные, осемь берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Евреям 3, 12 по 14 стихи. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца 2 Иоанна 8. Мы их наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. 1 Петра 5, 8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев из Якова поглотить. Иакова 4, 7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и бежит от вас. Фессианам 6, глава 1, 100 по 17 стихи. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав через славу вашу истину, и облекитесь броню праведности, и обувь многих готовность благовестовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Если бы уверовавшие во Христа не могли бы уже отпасть от Него, то для чего было бы и предупреждать их от этого, для чего было бы им и молиться словами молитвы Господней? Не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Печальный пример отречения от Христа апостола Петра – это напоминание всем сектантам, впавшим в духовную гордость и самонадеянность. 2 Тимофею 2.26. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. 1 Иоанна 1 глава 8.10. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. 1 Тимофея 5.15. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Высказывание святых отцов о спасительной благодати. Поликарп, ученик Иоанна Богослова, в послании к филиппийцам пишет. Вы спасены благодатью, не делами, но по воле Божией, через Иисуса Христа. А то или не епископ Ливонский, как из сухой пшеницы не может быть сделана одна масса и один хлеб из влаги, так и мы, как многие, не могли сделать единого Христа Иисуса без воды и хлеба. И как сухая земля не приносит плода, если не получит влаги, так мы, будучи первоначально сухим деревом, никогда бы не произвели плода жизни без добровольного орошения свыше. Святой Киприан. Как солнце само собой светит, ручей сам собой течет, дождь сам собой орошает, так сам собою проливается небесный дух. Лишь бы только мы жаждали и было открыто наше сердце, мы столько почерпаем от избытка благодати, сколько имеем веры, способной к ее принятию. Святитель Кирилл Иерусалимский. Как свет одним своим лучом все озаряет, так и дух святой просвещает, имеющий очи. Почему, если кто, слепоствивая, не бывает подобен благодати, то пусть укоряет в том не духа, но свое неверие. Для жизни благочестивой необходимо то и другое, благочестивые догматы и добрые дела. Что пользы, хорошо знать догматы о Боге и срамно любодействовать. И также, что пользы, быть вполне целомудренним и нечестиво богохуйствовать. Что Иоанн Батарус тучит, что веровать в Бога дело немаловажное, но для того нужны не умствования человеческие, но откровения свыше, и душа с благодарностью принимающая откровения. Умоляю вас, будем прилагать всякое старание о том, чтобы нам пребывать твердыми в истинной вере и вести жизнь добродетельную. Ибо если мы с верою не соединим достойной жизни, то подвергнемся жесточайшему наказанию. Ни крещения, ни отпущения грехов, ни знания, ни приобщения таинств, ни священная трапеза, ни вкушение тела Господня, ни приобщения крови, и ничто другое не может принести никакой пользы, если мы не будем вести жизнь честную, строгую, чуждую всякого греха. Вера без дел есть то же, что призрак без жизни. Святой Иоанн Дамаскин, выбор добрых дел находится в нашей власти, а исход добрых дел зависит от божественного действия. Варналов, будем внимательны к последним дням, ибо во время нашей жизни вера не доставит нам никакой пользы. Если не будем ненавидеть неправду, не отделяйтесь от других, как будто вы были уже оправданы, а напротив собирайтесь в одно место. Исследуйте, что прилично и полезно всем возлюбленным вообще. Каждый получит мусду по своим делам. Исследуйте, что нам делать, братья? Не отстать ли от добродетелей любви? Отнюдь нет. Не дай Господь, чтобы это осталось с нами. Напротив, со всем усилием и готовностью поспешим совершать всякое доброе дело. Добрый работник смело получит хлеб за труд свой. Ленивый, где и беспечный, не смеет изглянуть на того, кто дал ему работу. Так и нам надлежит быть ревностными в делании добра. Не будем довольствоваться тем, чтобы называть Христа Господом. Это не спасет нас, ибо он говорит. Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, спасется, но делающий правду. 2.7.21 Поэтому будем исповедовать его добрыми делами. Стокий Приан Карфагенский. Кто имеет истинную веру, тот хранит страх Божий. А кто хранит страх Божий, тот милосердствуя о нищих, помышляет о Боге. Он творит добрые дела, потому что верует. Потому что сознает истину возвещенного в Слове Божьем и непреложном Божественном Писании. В котором сказано, что бесплодные деревья, то есть люди немилосердные, посекаются и в огонь ввергаются. Или Григорий Богослов. Как дело без веры не приемлется, потому что многие делают доброе ради славы, а не по естественному расположению. Так и вера без дел мертва. Итак, покажите веру от дел. Покажите плодородие земли вашей. Точно ли не напрасная села? Кто приносит плод в сто крат, кто в шестьдесят, кто в тридцать? Святили Сидор Пелусиот. Вера, оправдавшая вначале, требует согласных с нею дел, без которых спастись невозможно. Принятый по благости, по справедливости должен изобиловать своими собственными преимуществами, чтобы не быть иначе улеченным в неблагодарности. Вопросы, пожалуйста, у кого есть возникли? Там оговорились, когда читали Святого Дамаскина. Выбор добрых дел находится в нашей власти, а исход добрых дел зависит от божественного содействия. А прочитали действия. Да. Благодарю. Игнать Тихонович. Да. А можно про обуздание языка чуть-чуть пошире, Игнать Тихонович, расскажете, может быть? Он по телефону разговаривает. Про обуздание языка, да. Игнать Тихонович, вопрос про обуздание языка и тела. Язык обуздать сложнее, чем тело же. Об этом поподробнее расскажите, как бороться с этим. Микрофон не включили. Есть рассказ такой, как одна пришла, пожаловалась на мужа, старцу. Он говорит, такой гневливый, говорит, ну как затея этой, хоть с дома выноси святых. Ну, он расспросил, как, говорит, ну я тебе дам святой водички. Как только он начнет что-то, ты саду в рот ее бери и не выпускай, пока он не перестанет. А на следующий раз точно так взяла в рот. Он минуту, вторую, третью. Дальше ему неинтересно, уже ответа-то ничего нету. И постепенно на нет сошло. Пришла, она так благодарила его, ну а потом проглоти ее. Вот обуздай язык. Возьми святой воды и держи во рту. А тут сказать нельзя, как будто пороховая бочка взрывается. А как? Никак. Человеку это невозможно сделать. Вот один из примеров. Был министр иностранных дел Наполеон Аталайран. Он, кажется, при пятерых разных сменявшихся правителей был министром иностранных дел. И однажды сделал какое-то неудачное дело, как казалось Наполеону Бонапарту. Он его отчитал при всех. Ты, мать родную, продать готов ты? Он ни слова не сказал. А был хромой. Именно после ранения. И он, говорит, повернулся, когда он на другого встал, говорит, к двери, снял плащ. И только в дверях обернулся и сказал, какой великий человек. А как дурно воспитан. И закрыл дверь. Вот какая польза. Что ты не скажешь, пожалеешь один раз. А скажешь, сто раз пожалеешь. За язык потянут. Сколько таких всяких разных рассказов. И здесь определенно. Можешь, невозможно укротить. Господь поможет. А вот посмотрите, как Вячеслав Тихонов играет в 17 мгновений весны Штирлица. Он показал пример. Что бы ни говорил, там этот. Он все равно промолчал. И дальше дело идет. Нужно вы, нужные слова скажи. Так, чтобы враг затерпетал и позавидовал. Управляет всем телом. Нам разрешено намолить и молиться. Как прилично. Вот есть, если говорят, ну спасибо Богу. Я заранее знаю, это сектант. Верующий православный никогда так не скажет. Этой фамильярности он никогда не допустит. Спасибо. Во-первых, слово спасибо вообще. Оно, если разобрать его, оно рабское. Говорят, спаси Бай. Перед когда, перед монгольскими ханами становились и кричали. А постепенно ассимилировалось. Вот такое одно слово получилось. Спаси Христос. Даже спаси Господи, и то ниже. Христос, определенно. И все, благодарю. Спаси Христос. Хорошо ли худо, говорит Анна Златовуевская, а ты поблагодари. Когда тебя обличали или оклеветали. Если правду сказали, ну и надо принять и исправиться. Они, правда, за намерение поцелуй его. Но если он просто говорил, а не просто оклеветал и дело разрушал. Тут уже надо молитву крепкую, с постом, чтобы Бог развеял все это. Особенно вот здесь он выступает, называет тролли. Он троллит. А где вы были раньше? Да у вас что-то не видно было. Он ждет, чтобы ты ответил. Ни слова не говори. Сразу его заблокируй, и все. Ни слова не говори. Это тролль. Тролли – это скандинавские демоны, подземные существа. И вот с ними не надо вести разговор. Меня сегодня только скинули. Там под одним важным человеком, там про вас тролль начинает говорить. Я говорю, передайте, чтобы не отвечал ни слова. Они больше ничего не могут делать, как творить зло. Тролли – демоны, подземное жилище их преисподней. Ну а как удается это? Ну вот молчаливая жена. Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвым. Вот кто слушает женщины? Вот попробуйте это. Все разводы – это все от языка. Повторяю, вот Льва Николаевича, большой рассказ, там роман целый, Крестерова Соната. Вот он спорит, она, она спорит сразу. Он читает газету, вот, к примеру, я сегодня об этом говорил, и говорит, вот надо же, вот собака заняла первое место. Она сразу же, не первое место она заняла, второе только. Вот тут написано. Мало еще написано. Она в нем сразу закипает. Ну баба, она при людях всячески пытается его унизить этим. А как? Молчать не могла. А теперь как? А теперь одна живу, мужа нету. Молчаливо, кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Прямое правило. Учить жене не позволяю, она учительница, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Безмолвии. Она этого не тянет. Это мужики терпят ужасно, что. Она при людях там может говорить, что как мусульманки-то приучили, приучены, молчат. И крепко молчат. Я когда говорю, а вы мусульман хвалите, я беру определенный момент, который правильно у них. Это они умеют держать. Вот ведь я гляжу, не вижу сегодня Калиников Виталия, он скинул там какой-то праздник национальный в Чечне. И как они все дружно, везде по разным районам, везде одинаково. И старые там, и молодые. Одни мужчины. Какое дружное состояние. У русских это невозможно за тысячу лет было собрать. Вот сколько есть мужиков, и чтобы они пять раз совершали намаз, приходили в храм. А где бабки стоят? Даже у которых мужья живые, они дома сидят. Считается это за унижение. Намаз. Это самое главное, что в мусульманстве самое ценное. Почему нам это не взять? Наши молитвы, все. 118 Псалом, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя, Господи, за суды правды твоей. Все. Вот тут ты язык развяжи. Был такой разбойник, Давид. Ну, Господь коснулся его сердца, и он решил спасаться. Пришел, ну как, жило 12 разбойников, жил Кудеяр Атаман, Федор Иванович Шаляпин поет. Вот такая у него история. Он пришел с товарищами своими. Кто там за дверями? А носатель? Да ты кто? Я разбойник. Каюсь. Нет, мы с тобой не договорились. Я говорю, открывай ворота. Да зачем же открывать-то? Ты же разбойник. Не откроете, сейчас весь монастырь сожгу. Он говорит, а спасения с угрозами не бывает. Его тронуло эти словами, не надо много говорить, и пришел. И потом Бог запретил ему говорить, а костенел язык. Он говорит, когда я матерился, когда ругался, ты, Господи, молчал. А когда Бога хочу прославлять, он с ангелом разговаривает. А ангел говорит, хорошо, язык я тебе развязываю, когда молишься. Ну, там, когда проповедуешь. Вот тогда будешь говорить, как всегда, чисто. Как только у тебя какое-то злодейство подойдет, охота оскорбить кого-то, и ничего не скажешь. Только будешь мычать, как корова. Вот язык как укоротить? Узнай, какое зло от него. Это ты еще не понимаешь, что тебя за язык тянули. Человека уговаривать не надо. Надо, чтобы он где-то натолкнулся. А ему сразу же это где-то будет. Где-то что-то как-то. Лишнее слово сказал, а оно у заключенных западло пойдет. То есть негодное. И тебя такое сделают, небо в копеечку покажется. Я говорю, как имеющий опыт в этом. А как? Никогда не разговаривал. С 8 до 10 каждый день проповедовал. Остальное молчу и молюсь. Молча молюсь. И все это признавали, тихо разговаривали даже. Курить перестали в открытую, а перед порточкой там. Молчание. Почему говорит золото? Несмотря какое молчание. Ну, речь надо наполнить словами священного Писания. Так говорит Господь Бог. Ведь цариса Савская пришла, и она что увидела у Соломона? Стройное служение. Стройное. Какой порядок? Вот какой порядок у нас в церкви? Я не знаю, где такой порядок есть. А почему? Здесь большой труд. Даже шепотом. Ни мужчина, ни женщина ни одного слова не должны говорить. Ни одного. Даже ногами не переступать. За 7 минут зажри полное молчание. Все. Молча молимся. Это невозможно. Где вот этот базар? Туда-сюда, туда-сюда. Вы услышали? Давайте сделаем это. Попробуй у себя. И ты очень скоро поймешь, как это непросто. Сколько надо терпения с каждой душой работать. Я знаю, вот женщины слушают сейчас, которые здесь. Им, говорится, не нравится. А ты возьми для себя. Я рассказывал рассказ. Некоторые, может, слышали. Это Расул Гамзатов приводит. Там у дагестанцев. У них там порядок такой. Закон. Свекор не должен слышать голос снохи. Он не должен слышать. Но иногда можно так собрать свой тейп старцев. Угостить их, чтобы они попросили сноху при нем разговаривать. Но такого не было за сотни лет. И вот однажды он давно жену потерял, а сын женился. И он услышал, какая сноха. Ну, напоминает жену его, а голос ее... Он не слышал, потому что с сыном она разговаривает, где-то выйдет. При нем, чтобы он не слышал ее голос. И однажды он держал два бычка на поменке себе. И сыну говорит, сынок, заколи этого быка первого-то. Призови старых моих друзей там всех. А зачем? Да я что-то плохо себя чувствую. Я простить себя хочу. Ну, все собрались. Ну, что там? Выпили, закусили. Ну, и говорит, для чего, дорогой, ты пригласил нас? Я хотел попросить вас, уважаемые старцы. Попросите мою жену, вот она стоит здесь, Айша, чтобы она при мне говорила. Старейший встал и говорит, первый раз встречаю такое. Этот закон у нас придумали, дали нам наши отцы, значит, чего-то они не досмотрели. Ну, что ж, блаженна ты жена такая. С сегодняшнего дня мы просим тебя все, это не будет считаться нарушением, говорить при твоем свекле. Мы правильно поняли? Он закивал головой, заулыбался. Да, именно так. Он полночи не спал, думал, как завтра она заговорит, какой голос у ней пивущий, то другое-то. Ну, и утром-то, и перед утром заснул, проснулся, в комнате никого нету. Он пошел во двор-то, а она корову доет. Он встал и стоит, думает, как сейчас он поздоровается с ней. Только подумал, она говорит, ну, чего стоишь-то истуканом? Спишь, валяешься уже при солнце, когда, видишь, корова мне по лицу хвостом бьет-то, подержи хвост. Для жиги-то держать коровью хвост, ну, понимаете, что это такое. Он подержал хвост. Вернулся, лег, она только зашла. Ну, вот опять разлегся-то. Ты посмотри, твои внучата везде лезут, я одна с ног сшиблась. Ну, можешь, ну, хоть маленько-то посмотреть-то. Он кое-как сына дождался. Сынок, заколи второго бычка. Собери старцев, я прощаться хочу. И они съели, что, говорит, я хотел попросить, чтобы при мне больше она никогда не говорила. Старейший встал и говорит, о, значит, чего-то мы не досмотрели, а не они. Тут все обдумано. Вот вам как обузать язык. Вот такие рассказы от человека, знающего, они подсказывают, можно это сделать, можно. Но для этого нужен страх Божий. Надо молиться, обузывающий язык, он все может обуздать. Владеющий собой лучше завоевателя города. Это так понятно. И вот она увидела царь Исасовского, другим рассказала. А то говорят, вы вот собрались изучать Слово Божие, а у вас о том, о другом говорим. О чем, о том, о другом. Она узнала о зверях, о птицах, разные притчи. Надо говорить о Боге только все время. Это говорят люди, которые не знают, когда и что говорить. Всему свое время. Говорить о Боге, показать величие Его в творении своем. Я сегодня это слышал только. Они собираются. Не суди никого. Займись своей душою. Познай творение Божие. Прославь Творца своего. Тут язык у меня, почему в 44-м псалме, и говорит, язык мой трость скорописца. Быстро писать. То есть быстро говорить. Точно. Я вот сегодня посмотрел, считают. Ну, я не знаю сколько, но думаю, около 50 неправильных ударений было сделано. Прям явно так не говорят и нет. Откуда? Почему? Русские люди знают, что русский язык трудный, но не так же трудный. Ну, я знаю. Вот у старообрядцев у них на предлог, на Бога надейся, на Бога надейся. На Бога. Ну, нет такого слова. Ну, как нету? Ну, ты понимаешь, ну, нету этого слова. Нет, на ударение, на предлог надо делать ударение. Ну, и весь сказ. Надо быть благоразумным. Благоразумие – главная черта во всем. Вот я могу сказать. Вот у меня мама, Мария Егоровна, она ни разу за меня не заступилась, когда у нас что-то не ладилось с Надеждой Васильевной. А теща моя, Надежда Васильевна, мать, Агриппина Евсеевна, она ни разу не заступилась за Надежду. Вот как. Мало того, еще подтолкнет ее к покаянию. Вот. У меня есть примеры такие, которые умели. Вот у меня отец, он очень был такой строгий. И мать говорит, вот, всегда получала колотушки, она молчала, что ты не согласна с отцом, она сказала ему, вот, ты там оставил это, а теперь там застыл, что-то такое вот. Только отец за дверь, она больше ни слова не говорит. Мы никогда не слышали. Ни ругани, не слышали ничего. А вместе они вдвоем не кончили даже полкласса. Ни писать, ни читать не умели. Вот так. А как, а чем она брала? Молчанием. Она молилась про себя, и все. А своими силами укротить язык никто из людей не может. Не может. А дальше сказал, да еще написал. Пришли, арестовали. Ну и дальше все. Где его искать, этого человека? Сколько добрых людей погибло за то, что какие-то слова вменили им в обязанность. В ответственность. Все. Уже девять минут лишних. Достойно есть околайцу, благо дитя Богородицу, пресновлаженную и пренепорочную, и матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова росшую, сущую Богородицу Тебе лечаем. Молитесь, Игнатий. Любящий наш Отец Небесный, мы прославляем Твое всемогущество и то, что Ты сделал для нас, отдал Единородного Сына Своего в жертву за наши грехи. Слава Тебе! Помоги нам, Господи, в радости встречать Рождество, взяная на Голговскую жертву Сына, который еще и в яслях. Господи, да будет Тебе единому слава, не нам, не нам, но имени Твоему. По благодати мы спасены. Помоги нам совершать добрые дела. Аллилуйя. Аминь. С Рождеством Христовым! С Рождеством Христовым! Спаси Христов!